Друзья, скромный человек рядом сидит со мной, но между тем он звезда последнего времени, по крайней мере мой герой, потому что этот человек вместо отдыха в Евпатории исследовал, расследовал дело детей, которых вывезли из Артека, перевезли в Прибой. Это Ярослав Старухин. Ярослав, скажите, пожалуйста, я сейчас уйду из кадра, а пока задам вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашей версии есть там дети или нет там детей? Дети, скорее всего, есть, но условия содержания и те суммы, которые перечисляются, и вообще весь схематоз освоения бюджета не только в Крыму, а по всей стране, он вынуждает все структуры все категорически замалчивать. Там хорошие консультанты, потому что в маленьких городах все росли рядом друг с другом, кто-то занимает пост судьи, кто-то прокурора, кто-то начальника полиции, сватья, жены, там разные бизнесы, город поделен на сферы влияния. Это в любом российском регионе, в любом городе. Евпатория это абсолютно не исключение. Парадоксально, что не реагирует, пока не реагирует на общественное мнение, объяснить это могу только одним, что руководят силовые ведомства, а там креатив не особо одобряется, потому что он не подконтролен, поэтому лучше уже всем молчать. Направим комиссию, она доложит, что все в порядке. Так и произошло. Бастрыкин направил комиссию, комиссия съездила, никаких уголовных или административных нарушений не было обнаружено. Вопрос был не об этом. Не отвечают на вопрос. Сейчас дворник кучу какую-то убрал, он фотографирует. Где фотографии, отчеты? Дети погружены, разгружены, накормлены. Чем накормлены? Меню, кто поставщик, какая машина, кто водитель. Я говорю о том, что нужно объединяться специалистам узких компетенций. И широкое общественное внимание, а также дружба и взаимодействие со СМИ позволяют инициировать прямые запросы от средств массовой информации. Дальше найти контакт с депутатами и писать депутатские запросы. Это долгое... Ты так поняла, что ты кинула клич, или я тоже заодно кинула клич про помощь, про содействие, про моральную поддержку тем, кто живет там. И достаточно много людей откликнулось, так? Ну, немного, но человек четыре своей помощью откликнулось, да. И они пришли к делению полиции и так были невластными свидетелями. И как ты чувствуешь, что-то будут делать люди? Вот ты, получается, немножко муравейник расшевелил. Даже не немножко, а хорошо расшевелил. Что-нибудь продолжится, как ты считаешь? Да, это будет как обучающая программа. То есть на этом примере общество будет делать выводы и будет искать пути объединения. Ну вот у меня такое же ощущение, что поскольку это вот эта вот вся история, это как проект тестирования, как отреагирует общество. А вот, собственно говоря, в твоем лице и все то, что вот ты всколыхнул, это как раз и ответ, что общество все-таки реагирует. Общество реагирует, возмущается и ищет причины, и ищет виновных. Детей, наконец, ищет. Ну вот как-то так. Здесь просто возможность у общества возмутиться некой подачи материала, потому что на госпрограммы по повышению информирования, лояльности, клиентоориентированности и так далее тратятся миллиарды бюджетных средств разных корпораций. И в том числе есть же Старая площадь, там целые сектора занимаются идеологией пропаганды, как взаимодействовать, каким образом вот это все делать открытым и прозрачным. И когда сотни тысяч и люди за рубежом, и это привлекло такого внимания, что даже Бастрыкин на это обратил внимание. Ну как объяснить 130 тысячам, которые просмотрели, как им принять объяснение Бастрыкина, что там все нормально. Если нет доказательств. Нет, ну если директор неадекватен и не способен выдать ни одного внятного слова. Ни милиции, ни администрации. Посмотрели в других кабинетах, везде молчание. Как общество на это реагирует? Ну что, сделать, что все нормально, нас поимели, типа, съездили, все нормально. Ну вас отымели? Ну считайте, что не отымели. Как бы, ну, все вот, и с честными глазами. Я тоже видел несколько годов.